Продолжение следует... 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 Что же произойдет с моралью, правосудием, справедливостью, заботой о других, правами других, скромностью? Ведь именно это делает ценным общество, а не то, насколько хорошие вещи вы можете производить, чтобы убивать ими людей. Посланник сказал, люди станут клясться Аллахом при совершении обмана. К примеру, продавая что-то, люди будут использовать религию, чтобы убедить вас купить, клянясь именем Аллаха, что, мол, это стоило им столько-то. Также пророк сказал, что люди станут много проклинать. Они станут проклинать своих собственных отцов. Его спросили, о посланник, кто же так поступает? Он ответил, нас станут в такие времена, и вы будете проклинать их отцов, а не в ответ ваших. То есть люди перестанут ценить отношения с родителями и в целом межчеловеческие отношения. Все сотрется. Люди будут источать проклятие и ненависть, заботясь только о себе. Пророк, саляллаху алейху ассалям, также сказал, что над всем возобладают коррупция и прелюбодеяние. Он даже сказал, что настанут времена, когда человек, идя по улице, и увидев мужчину и женщину публичной безбоязни предающихся блуду, будет говорить им, «Вы не могли бы подвинуться, чтобы я мог пройти? Все нормально, красавчики, мне только нужно пройти, а вы продолжайте». Субханаллах. Это значит, что благочестие и мораль полностью исчезнут во всем мире, как в мусульманских землях, так и немусульманских. Блуд распространится настолько, что мужья и жены начнут разводиться, а дети станут жить сами по себе. Мораль исчезнет, потому что люди перестанут контролировать похоть и перестанут создавать семьи, боясь связать себя обязательствами. Мужчины, женщины станут спать с кем попало. Люди станут пренебрегать будущей жизнью, стремясь приобретать блага этого мира. Они продадут свое будущее за мирское. Люди забрасывают поклонение, не заботясь о вечной жизни. Они фокусируются лишь на этом мире, на том, что видят глаза. Их одежды становятся вычурными. Они живут, чтобы есть и пить. Им нравится показывать себя, украсив узорами, показывать свою красоту другим людям, тем, кому она не предназначена. Мужчины и женщины станут демонстрировать себя противоположному полу, забыв о своих женах и мужьях, тех, с кем только и следует делиться своей красотой. Пророк, саляллаху алейху асалям, сказал, «Я печален, потому что увидел в адском пламени группу женщин, подобных которым я не видел прежде. Он имел в виду будущие поколения, одетые так, будто все еще голые, ходящие с облазняющей походкой, делающие модные прически, чтобы привлечь внимание к себе». Посланник, саляллаху алейху асалям, рассказал о том, что увидел в будущем, поскольку в те времена всего этого не было ни у римлян, византийцев, ни у персов, ни у многобожников, ни у мусульман. То, о чем сказано в пророчестве, будут делать повсеместно и мусульмане, и немусульмане. Он сказал, «Среди моей уммы, из моего народа, субханаллах!» Как часто мы видим сегодня молодых людей, подражающих, копирующих кого? Знаменитостей. Пророк, саляллаху алейху асалям, поведал нам, «Для моей уммы настанут времена, когда они начнут следовать им буквально шаг в шаг, настолько, что если даже те полезут за ящерицей в ее нору, люди последуют за ними». Его спросили, «О посланник Аллаха, ты говоришь о том, что мы станем подражать в обычаях, традициях и нравах иудеям и христианам тех времен?» Он ответил, «Да, именно». Римляне станут народом, крупнейшим по численности, мощи и влиянию. Этот хадис вы найдете в «Сахих муслим». В прошлом представители римской цивилизации называли «аррум». Сегодня термин «аррум» можно отнести главным образом к европейцам. Они будут многочисленны, с наибольшим влиянием на другие народы. Тут вам и Голливуд, и Британия с Францией, «О них будет огромное влияние на мою умму», — сказал пророк, которые станут следовать им шаг в шаг. Будет в этом и что-то хорошее, но по большей части плохое, их обычаи и мораль. Что мы видим сегодня у нашей молодежи, будь то в арабских, мусульманских странах или иных, на Западе или Востоке? Взгляните на мусульманскую молодежь. Во что они одеваются? Кому они подражают? На кого хотят быть похожими? Не обманывайте себя. На кого вы хотите походить на самом деле? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok